Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 августа и я продолжаю описание томатов по своему каталогу. У меня тут был небольшой перерывчик дня 2, потому что я начала прием заявок на семена. Я сидела переписывала пока все эти, которые приходят платежи, составляла очередь. Но сейчас я продолжу снова описание томатов. И сегодня я уже все томаты, которые я выращиваю, постоянно закончу. И уже перейду даже на те томаты, которые, как я говорила, они новенькие, первый раз у меня. И я сразу не хотела список этих томатов выставлять. Но по многочисленным просьбам люди просят, какие именно будут добавлены томаты. И хотя бы знать их описание. Я начала их описывать, сейчас буду описывать еще до того, как они поспели, как у них готовы семена. Так что не все сорта, которые я буду описывать, возможно, будут в продаже семян. Потому что я не могу знать, вызрют они, не вызрют. Говорят, у нас в сентябре будут уже заморозки. Но мы не будем думать о плохом. Мы сейчас узнаем описание всех этих сортов. И хотя бы познакомимся, какие есть вообще сорта томатов. Вот мы остановились на номере 125, дальше 126, перцевидный гигант. Этот я выращиваю всегда, каждый год. Очень хороший сорт, красивый. Он, ну, красивый и вкусный, но он крупноплодный. Для цельноплодного консервирования он не очень подойдет. Он похожий, есть сорта Кенигсберг. Или у меня вот есть рубиновый кубок. Все вот такие перцевидные формы и большого размера. Среднеспелый, недетерминатный сорт, преимущественно тепличного выращивания. Так, ну я выращиваю его на улице. На улице прекрасно он плодоносит. Куст крупный, высота достигает в теплицах до 2 метров. Плоды имеют массу 150-200 грамм. Форма перцевидная, значительно удлиненная. Мякоть мясистая, плотная. Вкус очень хороший, слегка сладковатый. При этом плоды источают душистый аромат. Применяя они универсальное. Ну, как обычно, и в салаты, и в зимние заготовки, и тушение, и замораживание, все. Вот этот сорт, если никто не выращивал, попробуйте, не пожалеете. Он и красивый, и вкусный. Единственное, что он очень высокий. В теплице он под потолок вырастает. Номер 127. Дюшес. Это совсем другой коротышка. Раннеспелый сорт томатов. Растения невысокие. 50 см, не требуют подвязки, сорт устойчив к неблагоприятным условиям выращивания. Холодостоек, легко переносит умеренную засуху, затемненность. В общем, очень неприхотливый. Предназначен для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. Растения не требуют посынкования. В теплицах не выращиваю, он сильно в ширину, кустистый такой. Его же как без посынкования выращиваю. И вот все эти посынки в разные стороны расползаются. И его нет смысла выращивать в теплице, потому что он прекрасно плодоносит, дает очень хороший урожай на улице. Я нынче показывала немножко, когда вот только зависть была маленькая, такая грушевидная. Сейчас он начинает уже спеть, я вам потом его покажу, выращиваю каждый год. Из-за того, что он очень хорошо идет для консервации, вот эти маленькие игрушки, грушевидные плоды, в любую баночку можно их уложить. Плоды ярко-красного цвета, гладкие, грушевидной формы. Плоды имеют насыщенный сладкий вкус, мякоть плотная, мясистая. Плоды используются для употребления в свежем виде, а также для консервирования. Вот что я и говорила, если у вас нет такого, какого-то одного сорта для консервирования, то тюшес, пожалуйста, не посынковать, не требует подвязки, но я подвязываю, чтобы вот эти грушки не валялись на земле. Я подвязываю, потому что сильно много, прям вот эти гроздья, груши этих маленьких висят. Рекомендую, но для салатов он, конечно, не очень вам подойдет, он все-таки мелковатый. А вот для консервирования прекрасный. 128, сахарный пудовичок. Этот сорт, сразу говорю, ни разу не выращивала, он у меня растет там где-то вот в моем помидорном поле. Я о нем ничего еще сказать не могу, я просто опишу, какой он должен быть. Среднеспелый сорт для открытого грунта с крупными плодами малинового цвета. Мне его посоветовала соседка, она и принесла мне семена. Сказала, очень хороший, ну вот попробую. Плоды плоские, умеренно ребристые, мясистые, вкусной массой 300-600 грамм. Разрезанный томат сахарится на изломе, почти не имеет семян, рекомендуется использовать в свежем виде. Урожайность 3-5 килограмм с одного квадрата, а при выращивании в два стебля составляет 6-8 с одного растения. При повышенном качестве агротехники урожайность сможет доходить до 10-12 килограммов с куста. Это вот новичок. Так же как Казанова 129 номер, та же самая соседка принесла мне семена в виде двух помидорок в прошлом году. И вот в этом году я его посадила в теплице и посадила на улице. И в теплице я уже показывала, что он закочерявил листья при очень высокой температуре, но выше 40 было там. Сейчас он расправился, вот был период дождей. Мне там писала одна женщина, что это не от жары, это болезнь такая. Ну, короче, он заболел, нифига он не заболел. Все листья расправились, как только жара прекратилась, и он начал продолжать расти и завязывать плоды. Ну и почему-то, хотя он считается, я читала про него, считается он тепличным, почему-то на улице у меня в этом году он получился лучше. Во-первых, он не кучерявился, тут не так жарко было, всего 35, а в теплице было 45. И вот эти грозди прям стабильно идут через два, сколько листа, через три, идут выше, выше. И уже на высоте моего роста, метр шестьдесят пять, метр семьдесят, уже на такой высоте завязались маленькие кисточки. Я потом вам как-нибудь покажу. Единственное, что неудобно, два метра он, он уже перерос в меня, но очень высокий. На улице тяжело его. Так, прочитаю сейчас. Томат казанова относится к категории среднеспелых, высокоурожайных и индотерминантных. Вот написано, предназначен для тепличного выращивания. Вот эта соседка, которая дала мне, он у нее растет на улице, и всю жизнь она его выращивает, получает хорошие урожаи. Так что, то, что пишут про него, что для тепличного выращивания, это не совсем так. Высота куста достигает два метра, поэтому для него требуются опора и подвязка. Формирование кустов необходимо производить в один-два стебля. Плоды сочные, имеют продолговатую форму. Они не только продолговатую форму, как палочки, прям очень длинные и с характерным носиком таким. Я его показывала, и еще буду, конечно, когда все созреет, уже в полной красе покажу его. Это у меня новичок, поэтому я вот в теплицу, наверное, его больше не буду садить, буду выращивать теперь в открытом грунте. Но форма помидора сама очень понравилась, вот эти пальчики. Номер 130, Андреевский сюрприз, тоже новинка в моем огороде. Уже поспели, вот на днях буду показывать вам спелые плоды. Болезнеспелый сорт для возделывания в открытом защищенном грунте. Растение индетерминатное, мощное, требует подвязки формирования. Плоды розовые, плоскоокруглой формы, гладкие, у основания слегка ребристые, крупные, массой 150-300 грамм до 400-600 грамм, мясистые, великолепного сладковатого вкуса. Сорт идеален для прикормления салатов, соков, земных заготовок, непосредственного употребления. Рассада хорошо переносит, недостаточную освещенность. Вот попробуем, я несколько кустиков посадила на солнечном месте, а несколько под вишней. Ну там вишня полдня, как падает тень от нее, недостаточная освещенность. Посмотрим, как он себя будет вести. Это тоже вот от той же соседки семена, она тоже принесла мне его. Именно по рекомендации сказала, посади, очень вкусный, очень красивый. Обыкновенный вот такой томат, крупноплодный, у меня есть уже спелые плоды, я вам сейчас покажу. Так что он, написано, позднеспелый сорт, но он поспел у меня вот в конце июля уже. 131 пасхальное яйцо. Это тоже мне присланные семена, это новички у меня в огороде, но оно больше к экзотам относится. Томаты по срокам созревания относятся к среднераннему, предназначены для выращивания на открытом грунте, пленочных укрытиях, как обычно. Формируют высокие кусты с обильной листвой до метр семьдесят. Растение требует опоры по санкованию, ну как всегда, раз он высокий, значит его посадил и забыл, не обойдешься по такому принципу. Оставляют два побега. Томат в стадии полной зрелости, внешне похож на пасхальные яичковальные плоды красной расцветки с желтыми полосками. Плотная кожица устойчива к растрескиванию во время роста под влиянием погодных факторов от повышенной влажности и засухи. Ну тут я тоже еще ничего не могу сказать, они вот висят там гроздьями, я потом вам покажу, начинают созревать. Но вот по моему мнению они в зеленом виде намного красивее, они такие светлые, как малахитовые и с вот этими полосами. А те, которые созревают, становятся красные. Полоски не сильно выделяются на фоне красного. И это, ну мне вот понравились зеленые больше, так же как вот у меня толстый боцам, он такой тигровый, они все молодые, такие красивые. Дальше 132 черный принц. Тоже выращиваю первый раз, тоже прислали семена мне, два человека разных прислали семена, я посадила. Растение тоже высокое, индетерминантное. Плоды шоколадно-красные с фиолетовым отливом, массой 200-300 грамм. Но так как они у меня еще не поспели, я еще ни отлива фиолетового, ничего ни шоколадного цвета не видела. Будем смотреть позже, потому что нет еще ничего, спелых плодов на них нет. Так, 133, вот сейчас последний расскажу, сибирский изобильный. Он, я уже вам его показывала, уже семена с него собрала. Вот это новый сорт, который я купила в магазине сама, номер 133, потому что я выбираю на испытание все сибирские новые, какие сорта увижу. Я вот нынче купила сибирский изобильный, и мне прислали сибирское чудо. Вот сибирский изобильный в теплице уже поспел, в открытом грунте еще нет. Как всегда, для испытания высадила и в теплице, и в открытом грунте, потом поделюсь, где лучше он мне понравился. Ну, сразу скажу, что в теплице он очень вымахал, и он до потолка, и уже по крыше, там под крышей начал загибаться. Написано ранее, очень урожайный сорт сибирских селекционеров для теплиц, пленочных укрытий. При высоте растения до метр семьдесят на кусту формируется до семи кистей, с удлиненными овальными плодами. Остальные цветки в кисти рекомендуется прищипывать. Густо красно-малинового цвета, плоды гладкие и красивые, массой до двухсот грамм. Ну, тут указано до двухсот грамм, вот у меня сто пятьдесят, сто двадцать были, такие вот. Еще нынче жарко, влаги недостаточно было, я сильно их не переливала, боялась, что или полупаются, или что там. Ну, короче, у меня получились не очень крупные, но очень сладкие. Томаты на особице вкусные, плотные и пригодные для употребления в свежем виде, для всех видов переработки. Урожайность при хорошем уходе достигает пять килограмм с растения, сорт дружно отдает ранний урожай. Также обеспечивает стабильное и длительное плодоношение, вне зависимости от погодных условий. При посадке в грунт на один квадратный метр размещают три растения, формируют в один стебель с посынкованием, с подвязкой. Короче, что хочу сказать, я вот уже, как его на себе опробовала. В теплице намного выше, как всегда. В открытом грунте он не очень высокий, примерно метр шестьдесят. В теплице он вырос уже больше двух метров, но в теплице, естественно, он уже созрел, мы уже почти весь его съели. Там восемь, по-моему, кистей на нем было. Не очень крупный он. К крупноплодным его не отнесешь, потому что где-то я читала про него, что это крупноплодный, но до двухсот грамм, я считаю, это средний размер плода. Очень вкусный, очень сладкий и, можно сказать, как неприхотливый, но посынковать и подвязывать обязательно. С такой высотой любой понимает, что тут полностью весь комплекс ухода. И посынковать, и подвязывать. Поспел очень рано одним из первых в теплице. И вот кто ни разу не выращивал, его рекомендую. Вот в этом году он у меня первый год выращивался. На будущий год обязательно посажу. Всё, я на этом заканчиваю. Потом начну со 131-го «Сибирское чудо» и «Вечный зов». «Вечный зов» тоже уже и есть готовые плоды, покажу. И семена собираю. «Вечный зов» вот очень хороший и тоже растёт и в теплице, и на улице. Я всегда в двух вариантах. И тоже вам порекомендую, где лучше. Вот про сибирский изобильный я уже сказала, что если кто мучится с длинными, с такими не хочет, высаживайте его лучше на улице. Он там не очень высокий и плодов, как бы получается, у него даже, раз он не вытягивается, у него маленький перерыв между плодами. И они прям часто-часто, вот эти кисти развешаны по стволу. А в теплице, так как он вытянулся, он и так высокий, ещё он растянулся из-за тепличного выращивания. И получается, что там кисти немного редковато. Большой перерыв между кистями. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это моя была, как подробное описание моих томатов из каталога. Всё, на 134 номере закончили. Через 2-3 дня начну описывать сорта перцев. Я начинаю всегда с томатов, потому что они зреют раньше. Перцы будут потом, чуть попозже. Сейчас уже многие перцы поспели. И я хочу их, когда буду описывать, немножко сразу одновременно видеообзоры снимать. Всё, до свидания.